О безопасных и надежных поставках газа в Европу сегодня говорил Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер с руководством Казпрома Алексеем Миллером и Александром Медведевым. Встреча прошла на фоне призывов руководства ЕС сократить зависимость экономики Евросоюза от российского топлива. Уже к июлю Еврокомиссия должна выработать план по уменьшению потребления энергоресурсов из России. О возможных обходных путях говорили сегодня госсекретарь США Джон Кири и Еврокомиссар по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон. Евросоюз стремится уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей. События, разворачивающиеся вокруг Украины, заставляют европейцев задумываться об альтернативных путях поставок нефти и газа. Энергетическая безопасность – главная тема брюссельской встречи Еврокомиссара по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон с госсекретарем США Джоном Кири. Ни одна нация не должна использовать энергетику как инструмент для того, чтобы загнать в угол другой народ. Ресурсы нельзя использовать в качестве оружия. Мы заинтересованы, чтобы у нас были постоянно газ и нефть. Это очень важно для экономики, безопасности и процветания наших народов. В ЕС рассматривают несколько вариантов поставок нероссийских энергоносителей. Один из них – Южный газовый коридор, который должен обеспечить поставки азербайджанского топлива через Турцию. Свой газ готовы в Европу продавать и Соединенные Штаты уже со следующего года. С конца прошлого США опередили Россию по добыче нефти и газа. Это данные анализа издания Wall Street Journal. В Соединенных Штатах добывают сланцевый нефть и газ в основном с помощью технологии гидроразрыва пластов земной кары фрекинга. В России эту технологию пока не используют. Сланцевый газ среди европейских государств есть также во Франции, Польше и Украине. Запасы на украинской территории оценивают в 3,6 триллиона кубических метров. По данным геолога разведки, залежи находятся в Харьковской и Донецкой областях. Анна Гороженко, Новости, телеканал Интер.